Здравствуйте, мои дорогие и любимые! Сегодня у нас гадание на кофейной гуще на одну чашку для тех, кто нашел это видео, потому что практически никто не находит на этом канале видео, поэтому что по сеансу, там мало просмотров, что кофейная чашка. Но те, кто нашли, значит это ваше видео, ваше гадание. И посмотрим, что вас ждет в ближайшем будущем по кофейной гуще, да, по кофейной чашке. Так, ну давайте глянем. Такой интересный получился какой-то узор. Так, ваше настоящее и прошлое. Я здесь вижу вот такой вот как бы, такой образ льва, да. Вот смотрите внимательно. Вот видите, как вот его раньше рисовали, да, в какую-то там старину древнюю. Вот прям очень похоже. Ну лев, это может быть знак зодиака лев, а может быть такое, что сила, но такая необузданная ваша сила, да. То есть когда вы могли проявлять какие-то качества лидера, но при этом иногда агрессивного лидера такая, да, вот сила, что ее невозможно взять под контроль так быстро. Но также это может быть человек, лев в вашей жизни. Это не обязательно знак зодиака, даже лев, а тот, кто, ну, скорее всего, является страстной натурой и проявляет к вам такой неподдельный интерес, да. Еще вижу здесь вот такой вот небольшой образ якоря. Вот смотрите, да, видно же прям якорь. Вот якорь показывает, что в какой-то момент вы, вероятно, определились то ли с жильем, то ли с работой и заикорились, да, вот в жизни в чем-то. Или у вас сейчас вот есть момент закрепления, да, что вы за что-то закрепились. Так, вот здесь вижу то ли бегущего человека, то ли человека, знаете, вот у меня сразу ассоциация со стрельцом почему-то. Может быть, еще и есть этот знак зодиака в вашей жизни, то есть энергия огня, энергия целеустремленности, силы тоже, да, и умение менять обстановку, привыкать. Вот, а также вижу несколько человеческих фигур, которые показывают, что вы, возможно, окружены обществом, находитесь в обществе, в коллективе. Вот, и эти фигуры, они так убегают в будущее. Ну, то есть вы к чему-то очень стремитесь и чего-то очень хотите достичь, добиться. Вот это вот темное место, это тот негатив, который собрался. Бывает такое, что человек собирает на себя негативную какую-то энергию, да, или, может быть, кто-то желает вам чего-то нехорошего, есть враги, они тянутся, эти враги, за вами из прошлого. Так. Если вот так смотреть с другой стороны на ту же фигуру, да, то мы видим здесь как будто бы трое обнимаются, как вот или за руки держатся. Может, у вас есть там с кем-то вы втроём друзья, подруги, может быть, встречаетесь периодически, общаетесь. Ну, ещё, конечно, это иногда означает, что человек в прошлом попадал в любовные треугольники, да. Так, хорошо, давайте посмотрим, что вас ждёт в любви. Ну, раз у нас вот по этой стороне люди вперёд убегают, значит, вы чего-то будете спешить в отношениях, в любви. И вот видите, так и бегут вереницы и люди. И так вот прям как в очередь какую-то выстраиваются. И даже на денежную сторону вашу, на денежную сферу забегают. Может, вы много общаетесь, может быть, это общество, в котором вы находитесь, влияет в итоге и на вашу личную жизнь, и на денежные поступления. Но вам, может быть, приходится много общаться или просто живёте в каком-нибудь муравейнике. Это влияет на жизнь, это влияет на поток жизни. То есть ты как будто бежишь, 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 не замечаешь иногда дней. Но в любви у вас вот тут вот как, вот видите, силач, да. Силач показывает либо сильного человека рядом, либо того, кто скоро-скоро появится, потому что мы же на будущее смотрим, да. Будущее в любви силач. То есть, возможно, вы ещё его не знаете, этого силача. Но если вы мужчина, какая-то женщина, она может сделать вас сильнее. Но мы здесь опять же видим область негатива и лицо посередине, да. То есть, возможно, есть человек, кто злится, наблюдает. Однако силач может даже, вот видите, размахиваться в сторону недоброжелателя, да. То есть размахивается и скоро, видимо, ударит по недоброжелателю, чтобы щупальца отпали, да. Поэтому я бы сказала, что появится какой-то в жизни человек, в личной жизни, кто-либо делает, если вы мужчина, вас сильнее. Если вы женщина, силач ударит по врагам, да. Ну и в жизни мужчины он станет сильнее, ударит по своим врагам, по недоброжелателям в любви, по тому, кто насылает негатив. Потому что, видите, резкая волна негатива берёт и заканчивается в любви. Так, что ещё здесь вижу? Вот тут вижу как будто женщину с коляской. Как даже такой образ ребёнка, да, вот коляска, ребёнок как будто. Может быть, если у вас детородный возраст, вы можете в будущем обзавестись маленьким ребёнком. Если вы женщина, и у вас будет этот силач рядом. Вот, если вы мужчина, то рядом с вами будет женщина такая, да, которая может родить ребёнка или... Просто может, если вы уже в возрасте, внуки будут, да, с кем вы будете возиться, водиться. И это объединяет вас как пару. Вот здесь вообще вижу даже вот знак, как будто женятся, да, свадьба. Вот, кто ещё не замужем, не женатый, может вот жениться, да, в скором времени выйти замуж. Ну, либо чья-то свадьба. Скоро на какой-то свадьбе погуляете, потому что, ну, явно образ свадьбы, да. Может, все эти люди вернятся и пошли на свадьбу. Свадьбу отмечать, может быть. Так. Перевернём. Я вот как-то вот в этой чашке больше человеков вижу, да, чем какие-то другие знаки. Но я сейчас найду. Сейчас найдём знаки ещё. Так. Ну, тут странный знак, да. Он похож на клевер, но не четырёхлистный, а трёхлистный. Ну, клевер — это простой человек, да, простая жизнь. Всё равно удачливая жизнь. Вот. И какой-то даже может быть простой, но счастливый шанс в жизни. Вот тут вижу образ ключа. Видите, как ключ. Ключ вообще часто показывает, что открываются какие-то двери в личной жизни, но это может быть приобретение недвижимости, жилья. Но это в более таком далёком будущем, потому что, видите, оно вот здесь уже пошло. То есть это более отдалённое будущее. Возможность приобрести что-то, да, жильё какое-то. Так, что ещё мы здесь видим? Ну, тут как будто бы лошадка с человеком, да, как лошадь ведёт человек под уздечку. Это говорит о том, что может быть скачок, да, или прорыв. Лошадь, да, символ силы, движение вперёд. Но также и символ доброты и надёжности, да, вот так получается. Хорошо, давайте посмотрим, что у вас с этой стороны. Со стороны денег, да. Ну, тут тоже вот как будто немножко негатива. Знаете, кто-то пытается перекрывать канал, но тот же враг, да. А вот тут вот смотрите, вижу, как будто луна полумесяц. Говорит о творческой энергии и о том, что лунные циклы влияют на вашу работоспособность. И положение луны влияет на ваше настроение. Вы человек настроение, скорее всего. Как меняется ваше настроение и меняется способ зарабатывать, способность зарабатывать или притягивать к себе деньги. Тут как будто зеркало в раме, и там как человечек, смотрите. Портал, да. Такое чувство, что портал. Вот. Я считаю, что в деньгах присутствует как бы мистика. Только вот в каком смысле? Может быть, открываются мистические возможности в скором времени по деньгам, по работе. Для тех, кто ищет работу, явно её найдёте. Но также от ваших личных ритуалов, от вашей личной магии, способности очень много чего зависит, да. Ещё здесь вижу, как человек раз и куда-то падает. Что это значит? Это значит, что кого-то, скорее всего, с вашей работы могут уволить, понизить в скором времени. И вас могут, допустим, поставить на место этого человека. А если вы занимаетесь своим бизнесом, у вас могут отпасть конкуренты. И ещё вариант, что если вы не работаете, то какого-то человека могут на какой-то работе подвинуть, а позвать вас. Так. Ну, вот тут вижу даже, вот, да, как даже на облаке кто-то летит. Ну, вот как, знаете, Аладдин на ковре или на облаке. Ну, это как прорыв и полёт, ну, перелёт может быть куда-то. Может, вы куда-то отправитесь в скором времени и заработая. Вот тут вижу морского коньяка. А морской конёк – это символ большой удачи, процветания, богатства. Начинается белая полоса и могут у вас прибавляться деньги. Так, что ещё мы здесь видим? Тут такие красивые узоры, да, вот с этой стороны. Прям такие завитушки всякие. Так, ну, тут вот вижу два лица в профиль. Такие, да, суровые лица. Какие-то двое мужчин, скорее всего, будут играть роль в вашей финансовой жизни и карьере, или работе. Но такие лица обычно бывают у очень таких жёстких людей. И поэтому вам нужно быть внимательнее, да, что... Ну, это более отдалённое будущее, но всё равно. Эти двое мужчин могут быть бизнесмены, политики или ещё какие-то крупные люди, да. И вам нужно быть лояльнее с этими людьми. И они могут вас очень сильно поддержать. Тут вот вижу орла такого на ногах, да, прям ух, какой орёл. Орёл — это символ, опять же, власти, но опять в более отдалённый срок. И вы можете даже заниматься руководством, политикой, ещё чем-то, да. То есть вот как быть важной птицей. Вот либо у вас появится в будущем важный покровитель. Тут вообще вижу несколько птиц, как новости будут скоро по работе, по деньгам. Но хорошие. И вот тут ещё, видите, так человек руку вверх поднимает, да. То есть говорит о том, что вам оказывается честь и сердечко, видите. То есть даже ваша работа будет вам очень нравиться, которой вы будете заниматься, или деятельность, творчество, там у кого что. Так что у вас в доме в будущем, в ближайшем? Что в доме происходит? Ну тут вижу, как будто ведьму в шляпе, да, говорит о том, что дома может быть человек, кто имеет способности или занимается магией, или это вы. Если вот так повернуть, вижу человека, который что-то делает руками дома. Вот, старается. А ещё может быть кто-то из вас, кто у вас живёт дома и играет на пианино, но потому что такой образ, да, похожий. Музыкальный инструмент. Или кто-то любит просто музыку слушать. Или классическую музыку. Так. Вот если так повернуть, то я вижу такой дом, да, сам по себе. Может быть, у вас мог бы быть свой дом. Или хотя бы в будущем, чтобы вы купили свой дом. Если вот так смотреть, то вижу, как будто как ребёнка, да. И, соответственно, либо у вас может появиться ребёнок, либо в доме есть ребёнок. Ну, кто-то моложе вас. Даже может быть подросток. Почему нет? Так. Так, так, так. Что ещё? Вот тут такой образ маленького кораблика. Кораблик говорит о том, что вы из дома можете отправляться скоро в какие-то путешествия, но ненадолго. Вот. Ну, вот такой интересный получился у нас сегодня. Расклад, хотел сказать. Прогноз, да. Вот более отдалённое будущее я вам сказала, что вот эти двое мужчин влияют на вашу финансовую жизнь. Потом, значит, символ орла, власти, да. И ключ, что это может быть покупка недвижимости. Или открытие какой-то возможности двери в жизни. Вот. Поэтому, знаете, что, в принципе, у вас неплохие перспективы. Ну, вот такой интересный ответ сегодня. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok